Вот в таком красном боксе в Ульяновск поступил второй траж вакцины от коронавирусной инфекции. Здесь 500 доз препарата. Первый этап вакцинации в регионе начался еще в октябре. Тогда поставили 42 инъекции. Прививку получили специалисты ковидных госпиталей. Вторая партия предназначена для врачей и педагогов. Отечественную вакцину привозят на специальной машине на склад Ульяновской госаптеки. При транспортировке и дальнейшей эксплуатации главное соблюсти так называемую холодовую цепь. Все в быстром режиме, то есть выгрузка, вы сами видели, да, и определение в морозильную камеру. Температура хранения вакцины минус 18 и ниже. У нас закуплено морозильное оборудование специальное. Таким образом привезенный бокс поступает в термокомнату, где вакцину распаковывают. Там же происходит маркировка. После ампулы помещают в холодильник. На момент съемки температура морозильной камеры составляла минус 26 градусов. Затем в термоконтейнерах препарат доставляют в центры вакцинации. В декабре разворачиваем 12 центров вакцинации. В городе Ульяновске городская поликлиника номер один, ЦГБ, ЦК МСЧ и четвертая поликлиника. В районах центры вакцинации Новоспасская районная больница, Барышская, Чердоклинская, Корсунская, Новомолоклинская. И в городе Димитровграде три центра вакцинации. За каждым центром закреплено свое лечебное учреждение. Тем самым иммунобиологический препарат продолжает свое путешествие до тех пор, пока не будет использован по прямому назначению. Прививают человека дважды, в первый и 21 день, так как вакцина состоит из двух компонентов. Тем временем в больницах массовой вакцинации готовят прививочные кабинеты и устанавливают оборудование для хранения препарата. Губернатор Сергей Морозов проверил, как с этим обстоят дела во второй поликлинике Центральной клинической медико-санитарной части. За здравницей закреплено 73 тысячи пациентов. Накануне поставки вакцины глава региона заглянул на склад госаптеки, где также убедился в наличии медикаментов для амбулаторного лечения. Нам нужно понимать глубину проблем, то есть какое количество лекарств на сегодняшний день нужно и сколько у нас есть. Мы на 100% закрываем или нет, на один день закрываем или на месяц? Практически месячные потребности. Месячные потребности у нас есть. Да, для амбулаторного лечения. Массовая вакцинация населения начнется после поступления следующей партии препарата. Сейчас учреждения здравоохранения составляют списки граждан, подлежащих этой процедуре. К некоторым противопоказаниям относятся несовершеннолетний возраст, беременность, гиперчувствительность к какому-либо компоненту. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.